Ситуация с детским дорожным травматизмом по-прежнему остается напряженной. Особенно остро эта проблема встает во время каникул, когда дети много времени проводят на улице и остаются без присмотра взрослых. О том, какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить своего ребенка на дороге, нам рассказал главный государственный автоинспектор по Славинскому району Евгений Старчак. За этот летний период произошло уже немало дорожно-транспортных происшествий, порядка трех дорожно-транспортных происшествий, участием несовершеннолетних, у которых отсутствовали водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, такими как мопеды. И травмы довольно-таки у детишек получились серьезные. Мы не раз уже собирались и на родительских собраниях общерайонных, и проводили сходы граждан, где детально доводили всю информацию, в том числе ибо аварийности, но тем не менее некоторые родители нас не услышали и позволяют своим детям передвигаться на данном виде транспорта, тем самым подвергая их опасности. Поэтому еще раз огромная убедительная просьба, не доверяйте управлению транспортными средствами, если у детей отсутствует право управления на данные транспортные средства. И принимайте всевозможные меры для того, чтобы исключить доступ к таким транспортным средствам. Если вы уезжаете из дома, оставляете это транспортное средство, делайте так, чтобы ваш ребенок не получил к нему доступ и не мог самостоятельно выехать, потому что это может привести к трагедии. Значит, силами госавтоинспекции принимаются меры для того, чтобы исключить, спрофилактировать такие правонарушения. На постоянной основе организуются рейдовые мероприятия, в том числе с использованием скрытого контроля, с использованием служебного мототранспорта. На этих выходных мы проводили такие мероприятия с охватом полностью всех станиц и хуторов нашего района, с использованием мототранспорта, скрытого патрулирования. Ну и как закономерность, соответственно, были выявлены несовершеннолетние, которые передвигались на данном мототранспорте, были привлечены к ответственности они и родители. Ну и параллельно еще были и взрослые, те, которые управляли транспортными средствами и в состоянии опьянения, и не имея водительского удостоверения. Значит, еще хотелось бы обратиться к вам, что в преддверии, тут уже остался месяц до конца отпусков и начало учебного года, поэтому то же самое попросил бы еще раз со своими детишками проговорить вопросы правил дорожного движения, напомнить им о том, где можно переходить дорогу, где нельзя, как можно двигаться по проезжей части, если отсутствуют тротуары, о недопустимости нахождения в ночное время на проезжей части, потому что время пролетит быстро, и 1 сентября наступит, и детишки вновь пойдут, и по новой им надо будет вспоминать, как ходить, не нарушая правила дорожного движения. Ну и, соответственно, те, кого будут подвозить на автомобилях, так же самое с соблюдением правил дорожного движения, с наличием детских удерживающих устройств, либо ремней безопасности.